он рассказывает про грибы биодобавку грибов и ежевичник какой-то короче какая такая херня и он специально объясняет что вот это вот биодобавка она очень полезна там для памяти для всего но он делает такое одно очень хорошее значение но самое главное фирму производителя вам нужно типа смотреть и спрашивают типа почему надо смотреть фирму производителя а им говорят хорошие продукты хорошее продукты знаете где в огороде у бабушки вот это хорошие продукты все что в магазине сделано для огромного количества людей это не хорошие продукты не хорошие для большого количества людей реально. Фермерские продукты, вот на дом вам привозят фермерские продукты. Они ебанистические, дорогие, но их выращивают фермера. Вот у нас здесь есть ферма. Вы можете понять, что даже рис, обычный рис, который вы едите, хаваете рис, блядь, он весь поливается, блядь, от всяких тараканчиков, чтобы его не жали. Химозы, помидоры, огурцы, все удобряется химозой. А каких мать его хороших продуктах вы говорите? А каких? И вот этот полстенца говорит, что, типа, когда вы покупаете эту добавку, пожалуйста, будьте добры, обратите внимание на производителей. Вот только у этого производителя. Потому что, говорит, это производится у нас на нашей там ферме, и мы сами их на каких-то трухе, чего-то там, блядь, растим. И там, как бы, у нас определенная ограниченная партия, блядь, производится. Он говорит, но можно попасть на производителей китайцев. И что вы думаете? Он говорит, китайцы выращивают вот это вот все, все эти грибы, удобряя, просто каким-то, он сказал там, я не назвал что-то, он говорит, это пиздецом, такой жесткой химией. И грибы впитывают эту химию. Все. Быстрее растет, очень быстро. Быстрее растет, никакой там плесени на них нет, ничего нет, понимаете? Что все продукт... Ну, представьте, вас сколько много людей. Вдумайтесь, охуеть, сколько людей. Очень много. Всех людей надо кормить. Нужно. Вы понимаете, что, чтобы что-то вырастить, нужно ждать, блядь, долго. За этим нужно. Во-первых, моя бабуля, вы вспомните, вообще, давайте так. Вы помните свои сады, огороды у бабушек? Вы помните, что, например, моя бабушка, каждая, блядь, там, каждый день занималась своим садом, огородом. Она каждый день пропалывала, она каждый день собирала на капусте всякую хуйню. Ей помогала. Вручную собирали. Это типа, поняли, всякая там, какая-нибудь там, гусенички какие-то, жрали ее постоянно, да? Картошку мы, типа, собирали колорадских жуков. То есть поняли. Ну, то есть сады, и за ними надо ухаживать. Человек должен ухаживать, он должен, типа, всякую хуйню собирать, это все. Сейчас, ну, это невыгодно. Кто, блядь, этим будет заниматься? Это, блядь, люди, что ли? Да вы прикалываетесь, что ли? Просто невыгодно. Людям надо будет за это платить. Поэтому проще посадить и удобрить какой-нибудь хуйней, чтобы ничего, нахуй, ну, не препятствовал росту. То есть чтобы никаких не было паразитов. Паразитов убивает только жесткая химоза. Но всю эту химозу, опять же, сжирает, согласитесь, то есть впитывает то, что растет. Получается, что все, что, блядь, растет, оно наполовину химоза. Ну, то есть оно как бы содержит яды определенные. И поэтому все, что вы едите, если это действительно не, вот, блядь, вот у нас, почему я его люблю, баль? У нас есть огромное количество фруктов, которые всегда, блядь, растет круглый год. И, похуй, там надо что-то добрать, оно всегда растет. Кокосы, он в избытке, блядь, просто на каждой пальме. Бананы, да, которые тоже здесь говорят, дурианы, манго, папайя. Пожалуйста, типа, фрукты, и здесь и фруктов, и овощи тоже, но овощи они тоже удобряют какие-то. Вот. Поэтому здесь, типа, здесь такой климат позволяет еще расти всему, потому что здесь нету зимы, здесь сезон дождей, все нахуй заливает, все растет. Вот. Поэтому все, пожалуйста. А в стране России, ну, где, блядь? Вы меня, конечно, извините, где, ну, может быть, где-то там Сочи, Крым, какие-то есть, да, более-менее. Можно, да, если, конечно, кокосами можете питаться, дурианами можете питаться, папайами можете питаться. Вот. Поэтому, да, как бы, что я хочу сказать, с едой, с едой жопа, с едой жопа полная, и вы то, что вы едите, по факту. Вот. Поэтому живого вас уже, я думаю, в большинстве организмов, ну, поэтому функционируют организмы, большинство людей очень хуёво. Очень быстрая утомляемость, очень много болячек у людей появляется, быстро организмы старятся, изнашиваются, потому что гормональная система работает неправильно, весь организм работает неправильно. всё. То есть, всё от этого. И все большие города про это, все большие, нету исключений больших городов, потому что они все вынуждены снабжать весь свой, как бы, людей, которые живут, да, вот такой едой, ну, как бы, и нормально. поэтому, я думаю, блядь, вот типа какие-то только останутся острова, какие-то дикие глухомании, да, где останется какой-то ещё, какая-то возможность, но это будет доступно только очень богатым людям, это уже доступно только богатым, да, людям, вот как там в Швейцарии, например, вот, и это будет доступно там тем, кто, блядь, вовремя одуплился, да, и куда-то свалил. Вот, ну, да, да, ну, блядь, большие города, большие города, это, да, около 20-30, да, скорее всего, двух, а не 22, вы не угадали, на десяточку побольше. Альпы, бля, Альпы это пиздато. Я безумно хочу туда попасть, очень, и вообще, в принципе, я понимаю, что, вот, блин, чем дальше от, как таковой, вот этой вот цивилизации нынешней, тем, блядь, ты здоровее будешь, реально. Лучше, наверное, мне отказаться, я думаю, что если будет стоять выбор между комфортабельным, шикарным существованием, блядь, в каком-то городе, блядь, да, ну, зато с бабками и так далее, или, например, какой-то скромный домик, где-то, блядь, вообще в глуши, в какой-нибудь, да, где только природа, то я выберу второй. То есть мне как бы амбиции вот эти, наверное, не, не мое, я, наверное, хочу здоровой быть в первую очередь. То есть для меня здоровье превыше всего, превыше денег, статусов. Я считаю, что здоровье не стоит всего этого. Лучше сохранить здоровье, чем, блядь, быть богатым, честно. Потому что деньги, блядь, а все пизда, нет здоровья, нахуй тебе деньги вообще, в принципе, нужны. Как ты, блядь, что с ним будешь делать? Они тебе не доставят радости уже. А когда ты здоровый, да тебе даже деньги, нахуй, не нужны, по факту. Они нужны, понятно. Это важно. Я пишу о важности денег. Поверьте мне, деньги важны, к сожалению, мы, блядь, живем в таком мире. Была бы моя возможность, я бы отменила к хуям все деньги и дала бы каждому, знаете, по, как это, каждому, по потребностям, по возможностям есть. То есть, каждый бы занимался тем, чем умеет, и каждый бы имел все, что ему нужно для жизни. Это было бы действительно, это удобно, такого нихуя не будет, да, потому что, ну, блядь, мир такой долбанутый немножко. Вот. Но, по сути, да, бля, здоровый человек может наслаждаться жизнью, бля, просто мелочами. Он здоров, он может вот просто дышать, от еды кайфовать, от абсолютно простой. Вакцины ковид. ковиду отношусь как к игре, к определенной, психологической. Я вообще вижу в ковиде психологическую игру больше на такую психологическую травлю людей и на страх нацеленную. вакцина. да хуйня, вы чё, ребята, я, ну, блядь, я человек очень разумный. И я не верю, что у нас сейчас думают о людях и, по крайней мере, о здоровье людей, честно. Я в это не верю. Если бы было так, мы бы жили как раз в утопии. Вот. А я считаю, что думают вакцина, для меня вакцина должна проходить, ну, блядь, ну, 5-10 лет. Ну, хотя бы 5 лет, наверное, должны тестить на ком-то, блядь. Ну, может быть, там, например, на заключенных страшных маньяках, да. Вот. То есть, вы должны тестить и проверять, что с человеком будет не через месяц, а, блядь, через годик или хотя бы там через два годика. И плюс ещё бы желательно узнать, что будет с генетическим материалом через поколение. Ну, то есть, я имею в виду на следующее поколение. Что будет с детьми тех людей, которых привили, блядь, вот какими они родятся. Вот это, блядь, тоже очень интересно. С какими же они могут вообще даунами рождаться. Вы никогда не думали о том, что просто поколение может вообще дебилоидов, блядь, потом сразу же быть. Потому что, может быть, настолько на ДНК это, может быть, там настолько глюк вообще, блядь, в нашу спираль ДНК хуйнут. Просто её раз... Ну, какой-нибудь маленький лак. Так, всё. И типа, в человеке, блядь, всё, какая-то хуйня. Вот всё следующее поколение тех, кого вакцинировали, вообще, блядь, будет с какой-нибудь умственной хуйней, блядь, не такой рождаться. Всё. Поэтому... Не, я, блядь, вообще как бы неподопытный кролик, поэтому... Эксперимент очень хороший социальный... 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 Социальный эксперимент. Психологический, социальный, экономический, блядь, охуенный такой, знаете, типа... Ну да, людям пиздец настал, как бы... А что? Он очень долго наступал. Вот. И... И дело не в этом. Понимаете, всегда были... Да, вполне может быть, всегда были какие-то вирусы. Всегда. Я могу сказать, что это... Мы всегда живём среди вирусов. И никакая вакцинация, никакая хуйня по факту не особо-то и помогает, если честно. Вот. Поэтому я вообще за всем этим наблюдаю. У меня есть возможность. Возможность быть наблюдателем. Вот. А не не участником вот этого всего цирка. Вот. Я просто наблюдаю со стороны и вижу, как... К чему мир идёт. Идёт к пиздецу, да, к некой форме такого концлагеря. Вот. Ну, на это и расчёт. Типа, как бы, блядь, я... Марат, ну, мы уже про секс поговорили, вы просто опоздали. Было в предыдущем эфире. А что вам про секс интересно? Давайте посмотрим. Марат, что такого вы не знаете про секс? Вот конкретно вы. Что вам нужно что-то узнать о сексе. Алексей, отлично. Конечно, так неизвестность... Представляете, что такое неизвестность? Бля, на самом деле, когда у тебя нету знаний о чём-то, знаний, ты не понимаешь вообще, почитайте книгу, опять же, «Код женщины». Вот сейчас женщине задай какой-нибудь вопрос касаемо менструального цикла. Вот. Или касаемо каких-то... Ну, не важно. Как в этот момент там работает ваша эндокринная система? Как ваши... Работают ваши гормоны? Почему у вас во время там определённых настроений вот так вы себя чувствуете? Почему у вас это? И вы поймёте, что вы ничего не знаете. Вы ничего не знаете про свои собственные тела. Вы ничего не знаете, почему у вас вот они так функционируют? Почему у вас идёт вот на это аллергия? Почему у вас вот так выброс вот этого гормона произошёл? Почему у вас эти гормоны нихуя не работают? Почему у вас щитовидка вот пизда полетела, да? Почему вот... Почему? Как вы только начнёте задавать себе эти вопросы, вы поймёте, что «Да нихуя-то я не знаю». И вы живёте, и обратите внимание, они от вас всячески, всяческим образом отвлекают от самого главного, от вас самих, от собственных тел, от понимания, как вообще, что на что влияет, на всякую внешнюю хуйню, на новости, на, блядь, то, на сё, понимаете? Вместо того, чтобы реально читать, просто читать, блядь, получать информацию. Книги, блядь, это же клад. Книги – это передача знаний от одного человека, но разбираться нужно ещё какие книги, не, блядь, Донцову, да, или ещё что-то. Действительно, книги эндокринологов, психологов, да, каких-то людей, которые там полжизни посвятили изучению чего-то. Читать, вникать, думать, размышлять, задавать вопросы и охуевать от того, что ебать ты ничего не знаешь, блядь, вообще, почему ты, сука, так живёшь, почему? Ну, и начинаешь ты понимать, да, что, ага, оказывается, всё начинается с еды, с которой ты потребляешь, да, и оказывается, блядь, надо есть, блядь, обдуманно, осознанно, оказывается, определённые продукты влияют на твою систему, да, вот этот продукт, много сахара, так, много масла, майонеза, да, каких-то продуктов, которые, блядь, в принципе, мы же об этом не думаем, и детей этим кормим, потом удивляемся, ой, блядь, ожирение, диабеты, инсульты, всякая хуйня, малоподвижный образ жизни, понимаете, что, опять же, малоподвижный образ жизни, люди как, почему-то люди тоже считают, что, ну, вот вы чистите зубы, это же сформировалась ваша привычка, чистить зубы, два раза в день, у меня папа два раза в день, да, плюс ещё, например, я к этому, типа, нитку подключила, тоже стала привычка чистить зубы нитью, потому что, блядь, ни хуя, щётка не помогает, вот, это привычка, зал, это тоже привычка, ну, типа, блядь, это такая же привычка, как чистить зубы, это должно быть каждый день, ну, или хотя бы через день, нету возможности, окей, вы можете сделать перерыв в три-четыре дня, вот я, когда у меня нет возможности, ну, это когда, блядь, пиздец, перетусил, например, я не знаю, бывает иногда редко, но бывает, ну, это когда просто, там, что-то, да, я такая думаю, бля, пиздец, три дня не походил, пиздец, как много, для большинства три дня, ты три дня по тренде, это дохуя, вот как у многих людей, и он, или сколько, когда, не знаю, там, 10 лет, 10 лет тренируешься, я говорю, ну, да, я начинала, я сюда приехала на Бали, я тренировалась в убогой, просто в такой олдскульной тренажёрке, с местными чуваками, где нету вентика, где, блядь, стрёмный, блядь, туалет, да, и я туда ходила, несмотря на то, что мне там было, блядь, ну, как бы так, не заебись тренироваться, но мне было похую, потому что мне было важно поддерживать тело в хорошем состоянии, и когда вы тренируетесь, блядь, друзья мои, да вы не стареете, вот с чем я вам хочу, когда вы тренируетесь, с какого хуя-то вы будете стареять, просто мне очень интересно, вы поддерживаете тело, вы заставляете тело двигаться, и вы, блядь, плюс, у вас, выделяются гормоны, которые у вас омолаживают, всё, вот, ну, когда я, кстати, пишу про олень, знаете, вот я хочу так вам сказать, возможно, кого-то обижу, я даже себя так называю часто, я очень часто списываю тоже какие-то моменты на, ой, блядь, там, обстоятельства, ещё что-то, мне что-то не хватает, потом я понимаю, блядь, тебе, знаешь, чего не хватает, сука, тебе не хватает просто дисциплины, всё, и в основном люди безвольные, безвольные, всё, поэтому они жирные, и поэтому они больные, и больные люди, только от того, что они, потому что они безвольные, блядь, всё, поэтому они больные, и когда мне говорят, а бывают случаи, Никаких, блядь, случаев не бывает. Знаете, какие бывают случаи? Бывают случаи, когда человек с охуеть какими, блядь, диагнозами сделал себя здоровым, потому что захотел стать здоровым. Вот такие случаи бывают. А всё остальное — это хуйня. И когда человек сам оправдывает просто... Ну, мой папа был пример. Мой папа получил лейкоз. И этот лейкоз просто его сожрал. Но был период ремиссии, когда он мог вылечиться. И у него был период, когда он вылечился. Ему сказали, ахуеть, вы вылечите. Потому что он очень верил в то, что он вылечит. А потом пообратно, по наклону пошло, и он не захотел просто вылечиваться. Это было его решение. И поэтому болезни... Я помню свои периоды в жизни, когда у меня был пиздец. И с волосами у меня была пиздецовая кожа, очень проблемная. У меня были, блядь, у меня, блядь, у меня были дерматиты непроходимые. Просто непроходимые дерматиты. Это страшно смотрится, друзья мои. Дерматиты на шее, на спине. Я пиздец как этого всё остыдилась. У меня были высыпания на коже. У меня была перхоть. Просто, блядь, перхоть, чтобы вы понимали, блядь. Вот так, поняли, блядь, просто с чешуёй, блядь, снималась. Блядь, я хуёв выглядела. Реально. И, блядь, у меня был пиздец, помимо того, что у меня был дерматит, у меня ещё была лишай, блядь, отрубивый какой-то там лишай. Тоже пятнами вся пошла. Блядь, заёбывалась эта лечень, друзья мои. Я это лечила и так, и пила, блядь, и то пила, и это пила. И потом я пошла заниматься, помню, в зал. Стала больше активный образ жизни, поменяла питание. Стала очень ударилась, помню, в железо, в питание, что-то всё наладило. И всё, и понеслась у меня вообще, блядь. Потом стала сниматься, нюм. Стала себя больше любить, принимать, стала заниматься. Я не знаю, как бы, я поняла, что я, блядь, вот этот весь пиздец у меня начался из-за того, что я стала себя разрушать внутри эмоциями, ядовитыми, блядь. Я просто жила ещё с ядовитой мамой, блядь, которая меня тоже так немножечко как бы нормально на мне своё перекинула. Я жила в очень такой токсичной среде, где у моих родителей был пиздец между ними. А когда вы живёте в среде токсичной, представьте, вы живёте в среде, давайте так вот, представьте, вы, вот вас взять, поместить ребёнка. Например, в среду, где токсичные отходы. Ну, просто токсичные. Он живёт в среде, поняли, там, такая картинка представили, там такие, знаете, бочки, из этих бочек выливаются какие-нибудь отходы, я не знаю, с каких-нибудь там производств опасных. И вот вы, прикиньте, и вы вот просто в этом живёте, там, год-два. Блядь, да вы ёбнетесь, конечно, ваш мозг просто не выдержит. И вы сами станете, вот это вы, блядь, просто всё это вообще в себя впитаете. И мой папа, скорее всего, кстати, тоже умер. Не умер, он лейкозом заболел, скорее всего, именно по причине того, что он работал дома, и работал с реставратором, и очень много работал с химией. То есть у него были, поняли, краски, лаки, вот эти токсичные, это же тоже всё, блядь, нихуя не полезно. Он этим дышал, ты же пиздец, ты вдохнёшь. Я когда домой приходил, вдыхал, такой запах, блядь, прям в мозг аж ударяет. Думаешь, ебать, это же, типа, ну нельзя такое вообще, дышать этим нельзя. А мой папа постоянно работал в этом. Я думаю, что это тоже очень сильно повлияло на его иммунитет, очень сильно, сто процентов, блядь. И там, мне кажется, такая хуйня произошла у него. Вот. И поэтому, когда я перестала, кстати, жить потом с мамой, и всё. И сейчас, например, блядь, у меня, честно, блядь, сейчас у меня просто идеальная, блядь, кожа. Потому что у меня никаких, сука, невысыпаний. Вообще, из-за чего. Иногда, знаете, там прыщик какой-нибудь вскочил. Вот. Бывает редко. А так я, вообще, блядь, за сто лет, блядь, у меня никаких. Я раньше, у меня там спина, плечи, грудь. Постоянно какие-нибудь прыщи, блядь, были. Вот. Сейчас я вообще про это, ну, блядь, такая редкость для меня. Какие-то высыпания, какие-то проблемы с чем-то. Вот. Чтобы, знаешь, там перхоть какая-нибудь там, что-то, блядь, вот просто какая-то, вот чисто визуально. Ну, как бы, вообще нет. И это, блядь, вот потому что вот в согласии, в согласии, в гармонии с собой, со своей, блядь, эндогармонами со своими, с питанием, с образом жизни. Да, у меня тренировки всегда проходят. У меня всегда проходят завтраки. У меня всегда проходят какие-то интересные там эфиры, встречи с разными людьми. Не, волосы не попадали. У меня попадали, все говорю, у меня были какие-то проплешины, у меня была какая-то хуйня. Типа, типа, на голове какое-то время тоже что-то чесалось. И прям один раз прям залысины, блядь, были. Бизет. Я сейчас вспоминаю этот период вообще своей жизни, как я, ну, блядь, жизнь самоубийством не погончила, не пойду. Ну, потому что для женщины это очень сложно. Очень сложно, когда женщина непривлекательно выглядит. То есть, я имею в виду, непривлекательно не в плане по канонам красоты этого нету, а непривлекательность чисто, когда со здоровьем проблема, и она непривлекательна именно поэтому. То есть, когда начинает рушиться внешность по здоровью, да, то есть, когда там с кожей жопы, с зубами задница, с ногтями, там, блядь, это пиздец, это для женщины, это, блядь, такой удар. То есть, ей женщине реально сложно. Поэтому женское здоровье напрямую отражается на внешности. Просто моментом. Здоровая женщина, вы сразу видите, что она здоровая. Вы это точно увидите. И вы сразу увидите женщину, которой не все в порядке со здоровьем. Это отражается абсолютно на всем. Вот. И прям, блядь, ну, это прям очень отражается, я замечала. Когда, например, у женщин какой-то пиздец, это, блядь, там, может, просто ты думаешь, блядь, боже мой, боже мой. Да, ну, слушайте, у меня были периоды, ну, это тоже ненормальные периоды, согласитесь. С чего бы они должны быть, блядь, периоды такие? Ну, типа, блядь, с какой хуйни-то? Ну, да, гормональный всплеск, может быть, но гормональные всплески, поверьте, проходят достаточно быстро. И они проходят, например, на период, когда у тебя гормоны, там, одни, другие начинают ебать, у тебя жир больше, кожа меняется, состояние кожи, ну, многих. Но когда, блядь, у тебя это затягивается на несколько лет, друзья мои, это хуйня, это не должно быть. Ты, блядь, это несколько лет, это странно, и когда у тебя вылезает потом, и у тебя одно на другое, я же говорю, что у меня был дерматит, просто развился ебанистический. А это как раз, да, кстати, на фоне стресса. И я просто пришла к врачу, и мне просто сказали, что, блядь, ну, у вас дерматит, и он, типа, как бы, пиздос, там, вам ничего нельзя носить с железом и что-то еще. И даже тени, я даже не могла тени использовать, потому что у меня сразу же все высыпало тени, сразу же, блядь, аллергия на тенях была. А сейчас мне ПМС пиздатный. И вот честно, ну, ничего страшного, у меня раньше были ебай болезненные, блядь, пиздец болезненные ПМС, я сейчас вспоминаю. То есть я могла просто пару дней ничего вообще не делать. Вот. А сейчас, блядь, они могут найти, они могут пойти, я могу даже не заметить, что они едят, понимаете, вот такие мне ПМС сейчас. То есть у меня ПМС настолько выровнялись, и они много, они как часы идут практически все, ну, там плюс-минус два дня. То есть, да, и они прям комфортные. Ну, типа. А какая у нас, когда будет, какая-то ночь будет самая, тра-ля-ля-ля-ля. Вот буду делать новую татуху на днях, это да, прям, блядь, татуха будет огонь огненный, и она настолько проявит мой, вообще меня в этом мире, прям, я, у меня девочка, мы сегодня разговаривали с девочкой, а, кстати, я еще скоро сделаю прямой эфир с девушкой, специалист по камням. Она, блядь, она, во-первых, почувствовала мой камень, я привезла кристалл свой, с которым я хожу, она его сказала, охуенный камень мне прям подходит, и она сказала, привезет, нашла камень, говорит, мы, ну, то есть, она говорит, я вот, по одной девочке, говорит, я знаю, какой я камень, ну, а я была с подружкой, вообще, просто с такими веньмами настоящими, реально, такие здесь вещи делают, вот, да, ее самую. И она такая, типа, говорит, а вот тебе, она тогда, во-первых, узнала про, не, только душ, здесь вообще, блядь, зачем ему нужно. Она, говорит, когда узнала про тату, охуела, у нее даже, говорит, мурахи пошли, потому что, она говорит, блядь, это настолько ты, и предложила мне камни на выбор, ну, стала на задник, говорит, я стала смотреть картинки, и что-то не ёкает, и тут какой-то на мне говорит, бля, я его смотрю, и думаю, охуеть, это мой камень, и совершенно с нами привезет этот камень навстречу. И расскажет, как этот камень, как камни работают, реально, ну, типа, как камни работают, как они вообще могут взаимодействовать с человеком. Я вообще живу на Бали 7 лет, друзья мои, вы чё, 7 лет на Бали, блядь, как можно перепутать. Вы видели мой инстаграм, там хоть где-то есть что-то связанное с Москвой, даже с Россией. Вы чё, камон. Ну, вы можете не верить, а можете верить, вам и не нужно верить. Мастер у меня один, и будет мне делать тот же мастер, который мне делал. Первый раз, охуеть, подожди, вообще, в принципе, первый раз на моей странице, блядь, нихуя себе бывает, ну, чё, добро пожаловать. Вы что, блядь, она будет, вы не представляете, какая она будет ещё красивее. Она будет красивее за счёт того, что шешуя будет двигаться. Когда я буду делать вот такие штуки, это всё будет как живое. Понимаете, в чём дело? Да в плане красивой, это ещё будет красивее. Вы не понимаете прикол? Просто, блядь, у вас к татуировкам очень странное отношение. Тело нельзя изуродовать. Вот в чём дело. Особенно рисунками. Это, блядь, его только можно украсить. Вот и всё. Всё увидите. Это будет охуенный проект. Мастер мой просто сказал, что это, блядь, будет невероятно круто. И поэтому как бы он говорит... Сохраните эфир. Сохраню. Наверное, не знаю пока. Да, блядь, это будет просто пиздец. Понимаете, что это мне уже, ну, типа, терять нечего, чтобы вы понимали. Кроме... О, нифига себе, вы впервые. Офигеть, блядь, я просто в шоке. Вот. То есть всё, руки уже кисти забиты. Понимаете, типа... Нет, какие как раз шубани. Они же не в пол... Они в дерму входят только. Вот. И... Вы, наверное, тоже первый раз. Ну, типа... Те, кто говорят про мат, блядь, это стопудово новички, друзья мои. Сто пудово. Потому что мне нравится ругаться матом. Ну, как вы не понимаете. Я не должна искать причину. Типа, я ругаюсь матом, потому что я... И такая, почему же я ругаюсь матом? Ну, камон, ребят, вы прикалываетесь. Я ругаюсь матом, потому что мне нравится ругаться матом. Там, я, например, бью татухи, потому что мне нравится бить татухи. Я снимаюсь голой, потому что я кайфую от фотографий, и когда я снимаюсь голой. Вот понимаете, в чем вообще... Вот как бы вы можете понять прикол во всем этом? А вы как-то ищете все время какие-то причины. Почему мне сделать... Почему я должна сделать себе это то? Почему я должна... Почему я не могу... Материю творящую. Да, не... Это вы мне знаете. Да, господи, вы же мне знаете. Я не лысая, я наполовину лысая. Ну, тоже захотелось брить волосы. Не, никогда не было. Да, а, посмотрите, о чем пожалеть? О своей татуировке, ну... Не вижу в плане... Они на мне есть, это просто я. Поймите, как бы вам объяснить. Это часть меня. Как можно жалеть о том... Ну, это как жалеть о ноге, блядь, о твоей. Типа, ты жалеешь, что у тебя есть нога. Вот у меня о татуировках. Они на мне есть, я их не обращаю на них. Или вы думаете, я каждый день встаю, смотрю на татуировку вот так, и думаю, блядь, как же я тебе жалею. Вот так, что ли? Камон, ребят, вы че? Бля, я живу вообще в другом. Это ж тело, блядь, просто. Ты как бы, типа, взял его, раскрасил. Отлично. Тату влияет. Смотря что вы вкладываете. Вот. Нет, лицо не хочу трогать вообще. Мы уже это с мастером своим обсуждали. Лицо, скорее всего, ноги не буду трогать. Может быть, спину тоже оставлю. Добью руку, да, вот эту вот, которая у меня вот здесь вместо тоже осталась. Осталась для рукава. Вот. И шею. Шею всегда хотела. Шея, да, нет, одно из самых сексуальных мест вообще, типа. Просто, блядь, это самое. Причем красиво именно сделать ее. Настолько прям дрочибельно, блядь. Чтобы это просто настолько дополняло тебя, и ты просто, просто, вау, вот так. Потому что мне нравится, блядь, тело, это же как бумага, холст. Ты, блядь, разрисовал. Разрисовал, раскачал, там, вставил, блядь. Всего лишь, блядь, автомобиль, который ты сам... Нет, шея не самая больной. С чего бы? Больной это где кости, понимаете? Вот ребра, вот эти места пальчики. Там где... Нет, почему, с чего здесь? Что здесь? Здесь жилки, блядь, и кожа. Нет, в какой момент я резко набрала? У меня было 60, 70, 50 тысяч. Потом стало... У меня было 40, 50, 60. У меня не было, блядь, резко. У меня было 3 аккаунт. Может быть, вы были подписаны на первые два, которые у меня удалили. У меня наоборот, пиздец, как типа... Да, ребра очень больно. Ну, я знаю, мне тоже ребра делали. У меня есть на ребрах. Ребра это пиздос полный. Ребра... Потому что у меня, блядь, вот эти, я говорю, вот эти, сука, места. Это просто, блядь, это вообще жопа полная. Вот, да, вот эти. Что бы так? Секундочку, еще секунду. Блядь, пиздец. Ненавижу, когда зарядки глючит, понимаете? Кисть, да. Еще каверы больно делать. Кавер всегда пиздец, блядь, вообще. Думаешь, почему прибыла? Сейчас, секунду. Что за хуйня? Подожди-ка. Мне нужно понять, где... Сейчас, секунду. Ни хуйня не заряжает. Вот, поэтому... Да мне похер на боль, друзья. Я... Блядь, я себя хрящи колола, соски колола. Блядь. Интим пирсинг у меня есть. Мне вообще похую. Каверы? Нет, это были... Они не гармонировали с тем, что у меня было. Конечно, есть утровки первые, блядь, самые. Там, которые одну 18 лет наколола. Они уже сейчас просто не гармонируют с тем, что у меня есть. Я перебила, да, то, что мне просто не понравилось, как сочетается с нынешним. Вот. У меня есть, например, на примете только две татухи. Две, которые я, скорее всего, тоже закрою. Да, это копчик. Это вообще самая моя первая татуировка, чтобы вы поняли. Мне было 18 лет. Там, блядь, хуйня какая-то. И... А, и, наверное, даже все. Все-все остальное мне нравится. Ну, типа, все остальное переделать я не хочу, блядь. Вот. Брови, кстати, тоже буду делать в субботу, обновлять. У нас не свободны. Это как понять и свободны. Что такое свободное отношение, друзья мои? Давайте тоже определимся с пониманием свободные отношения. Песня сосков, что их колет и колет. Типа, что там, тебе, блядь, взяли и прокололи соски. Ну, неприятненько. Да, копчик было, блядь, очень модно. Ну, как бы я хуйню себе наколола, реально. Вот. И поэтому, типа... Да, кстати, чуть вам сейчас сосок-то свой не показала. Маленький сосочек свой. Сейчас у меня там, кстати, колечко. Раньше были штанги. Штанги уродские. Ну, в плане, блядь, неудобно. Колечко намного удобнее. Так расскажите мне, что вы подразумеваете под свободными отношениями. Я никак не понимаю, и мне хочется понять. Свободно это как? Типа, я, блядь, ебусь совсем, что хочу или что? Чувствительность мне только больше стала. Ну, лично у меня. У меня как бы соски были чувствительные, так и остались. Никак не повлияло. Нет, ну... Ну, мы муж и жена начнем с этого. Какие могут быть свободные отношения, когда мы стоим в браке? Мы вместе 12 лет. Типа, вы ходите налево и на другую. Ну, друзья мои, это, наверное, свойственно людям в молодом каком-то возрасте, когда еще там не наебались. Типа того, да? Когда вы взрослые люди, вы что, блядь? А мне просто интересно, вы что-то вводите друг другом. Вы можете кому-то что-то запретить. То есть вы можете, вы считаете, да? Вы имеете право обладать свободой другого человека. Я вас правильно понимаю? Вы считаете, что вы имеете право обладать свободой другого человека и запрещаете этому человеку на кого-либо стоять, стоять, ну, чтобы у него ни на кого не вставал, чтобы он никого не хотел, чтобы он ни на кого не смотрел, и чтобы он не смог никого, ни в кого влюбиться. Ну, блядь, ну, пиздец, вы что, в детском саду, что ли? Вы же взрослые люди. Вы что, будете за ним следить или как? Или вы что, считаете, что если вы расписались, у него есть кольцо, оно вас реально отчет уберегает, правда? Серьезно? Только если брачный контракт? Да, он вас оберегает, и брачный контракт все раскладывает по полочкам. Как раз вы делают очень-очень осознанные люди, которые понимают, блядь, что случится может все, что угодно. Поэтому я реалист, друзья мои, и мы живем вместе, у нас совместные планы, совместная жизнь, совместные проекты, совместная постель, совместный быт, и все заебись. Но жизнь может разным боком повернуться. Поэтому кольцо, если только на письку вы ему напялите, блядь, я не знаю, ни то не поможет. Ну, как бы просто для меня так это все смешно, люди реально наивно предполагают, что вот они узаконили отношения, и все, блядь, и все, и как бы, блядь, и будет сказочная жизнь. Вы, блядь, вы о чем? Ну, камон, блядь, детский сад. Если мужику надо кому-то заправить, он заправит. И вы об этом никогда не узнаете. Если он нормальный, то есть если он вас ценит, любит, то, скорее всего, если ему похую на вас, то вы узнаете очень быстро. И он даже не особенно будет это скрывать. Все. Поэтому, когда ты проходишь разные этапы со своим мужчиной, всякую хуйню уже, блядь, то ты к изменам относишься очень философски, очень философски. И десять раз подумаешь, да, типа, я про измены опять. Который, там и про измены написано. В том числе про измены и про любовниц даже есть глава. Что делать, если любовница появилась постоянно? А что делать, если измены? Все это есть в моем гайде. Все абсолютно. И плюс про измены написал и мой муж. То есть взгляд со стороны моего мужа. Вот этим он интересен. Вы поймете, как к изменам относятся мужчины. В том числе и ваши, мои хорошие. И в том числе, что же вам делать, если это произошло. Поэтому все там, абсолютно все. Он стоит 400 рублей, блядь. 400, мать его, рублей. Он с фотографиями, даже с моими, которые без цензуры. Его даже можно распечатать. Сейчас как раз тоже там мне написали несколько людей. То есть мне прям, ну, делятся своими какими-то вообще впечатлениями. И для меня это первый такой гайд. Прям ссылка в шапке моего профиля. Я даже не давала еще никакую, собственно, рекламу. Давала один раз. Вот. Ну, прочитайте, почему любовница появляется. Вы думаете, что она появляется, блядь, тоже вот так? Так, нет, дорогие мои, любовницы, это тоже, блядь, не все так легко. Если постоянно любовница, то там, блядь, надо любовные треугольники, многоугольники. Это сложная тема. Это тема для, ну, размышления. Там про это есть. Да, по ссылке в шапке моего профиля, в шапке моего профиля, там ссылка на скачивание. Там нужно указать почту, оплатить. И на почту вам он приходит. И все, и почту, только не ошибайтесь, почту. И в какой-то из папки он может потеряться в папке. Он есть на почте, он может быть там, несортированная есть папка такая. Он может быть там. Вот. Все, он пришел. Там вам при скачивании скажут, какое вам приложение лучше скачать. Чатиум такое есть приложение. И в этом приложении просто очень удобно читать вот эти гайды. Это первый мой, типа, такой мой первый гайд. Он как маленькая книжечка. А сейчас я уже пишу свою большую, типа, книгу. Такую серьезную. То есть она будет книга Феникса называться. И туда войдут все мои вообще, все заметки. Вот за все это время, которое я писала. И я их сортирую. Там будут письма Шиви, письма Шакти, сказки от Касты, розовые фламинго. Вот про любовь женщине к женщине. То есть там будет про тело, про красоту, про энергию. Про, блядь, вообще все. Я их просто сейчас все разбираю, делю по категориям, то есть по этим главам. Да, вот разбиваю их. И поэтому, ну она будет большая. То есть как бы это не как гайд. Она будет, конечно же, я думаю, побольше. Может быть, там страниц 200 будет на ней. А гайд в Москву в плане, это не бумажный, это онлайн, не поняли. Гайд он сделан в формате в электронном. Это не бумажный. Я не стала делать бумажный, вы что, с ума сошли. Бумага вообще сейчас не актуальна. И когда люди где-то живут, где и как я им буду отправлять, нет. Это будет все в электронном. Книжка тоже будет в электронном. Каста, хз, каста это объединение. Каста как бы, знаете, община, да. И мне муж подсказал, давай будет каста. Типа, ты всех с вами типа касты. Прикинь, все, кто к тебе будет, тебя там читали, они все будут принадлежать касте, каста. Я думаю, нихуя себе прикольно мучает. Все, сделай с кастой. Почему у женщины любовников быть не должно? Да дело не в любовниках, блядь. А зачем вам любовник, определитесь? Давайте определимся. Просто в логику включим. Любовник это что? Зачем он нужен женщине, любовник? Чтобы что? Ее муж не ебет. Окей, для секса. Ну, хорошо, если так, так. Значит, он нужен для секса. Это одна история. Такой. Любовник для чего? Для времяпрепровождения, для денег. То есть, понимаете, что типа всегда все появляется за нехватки чего-то. Как у женщин, так у мужчин. Ну, мужчине не хватает тепла, там, борщей, блядь, секса. У него появляется та женщина, которая будет ему это давать. И наоборот, у женщины, у женщины, да, чего-то ей не хватает. Внимания, секса, животного. То у нее появляется любовник, потому что этого не хватает. Все, ну, все просто. Просто надо работать над собственными отношениями. Как бы, блядь, общаться. Задавать вопросы. Что вам нужно? Чем не хватает? Чтобы не, блядь, не вторгались третьи люди в ваш формат. Секс – это секс. Отношения – это отношения. А, ну, типа, чтобы просто, типа, отомстить. Блядь, ну, вы мыслите, как пятилетний ребенок. Не в обиду вам сказано. То есть, вы ебетесь только потому, что он кого-то ебет. Вот это охуеть логика. Типа, типа, вот он имеет любовницу, и вы такие, ага. И вы заводите любовника не потому, что вы хотите его даже завести. Правильно я понимаю? Или потому, что у вас какая-то… А просто потому, что вот у него есть, и пусть у меня будет, блядь, ебать. Это как, знаете, игрушку у вас там отняли в детстве или что-то. Я хочу такую же игрушку. Я хочу такую же игрушку, как у него. Вот, типа, вы такие, да нет, дорогие мои, ну, научитесь смотреть глубже в эти проблемы, глубже разбирать их, разбирать, почему так получается. Вот почему, что не хватает человеку, что не хватает вам, или что не хватает… Что в ваших отношениях не так, что вы прибегаете к услугам постороннего человека. Всё. Просто подумайте на эту тему, задайте себе эти вопросы. Это очень важные вопросы. Почему ваш мужчина прибегает к услугам, например, не просто к проститутке. Одно дело – это бачки там типа слить, да. А другое дело – иметь постоянную женщину. Постоянную женщину. Это, блядь, это вообще-то как бы пиздец. Это либо реально по роду мужика такая. Есть такие мужики. Вот им, блядь, по кайфу, по пять жен, блядь, иметь. Ну, что я могу сделать? Такие бывают. Всё, блядь, вы с таким связались. А есть просто, понимаете, типа вот у мужчины самоутверждается. Может, вы его, блядь, в отношениях, нахуй, гнобите, говорите, что он никто, денег не зарабатывает. И вообще, блядь, в сексе тоже… только подавляете его, да. Вот. А он, например, ходит на сторону, а там его баба восхваляет, восхищается, говорит, какой он король, понимаете. И там у него самооценка, она становится лучше. И он оттуда выходит окрылённый, а к вам приходит загруженный. Может, вы его грузите. Понимаете, что вы не увидите себя со стороны. Часто, по истечению времени, особенно с течением большого времени, 10 лет, 20 лет, вы заёбываете друг друга. И особенно, когда у вас ничего не меняется, вы не меняетесь, вы, блядь, не развиваетесь, ничего нового у вас в жизни нету. Вы не охуеть какой фонтан. С собой вы так тоже мало занимаетесь, да. Плюс, вы понимаете, как бы, ну, как ребёнок, блядь, как дети к друг другу, блядь. Типа, привязаны, сами, блядь, по факту, как бы никто. Что? Ты долго ещё? Нет, скоро заканчиваю. Типа, в третий час пошёл, по-моему. Второй. Второй только? Да. Я бы тебе просто заебался уже там сидит. Вот, видите, может, просто заебался. Вот, то есть, как понимаете, да, вы должны быть в первую очередь интересны сами себе. Сами себе. Вот тогда вы будете интересны сами себе, вы будете интересны и своим мужикам. Всё. Вы интересны себе? С вами, блядь, интересно? Вот вам сами, вот, блядь, вам с вами вообще интересно? Классные вы? Кайфовые? Зажигалочки, блядь? Пиздец он-то, блядь. Можете, знаете, типа, хоть завтра на лосо побриться, там, ещё что-то. Ну, то есть, такие лёгкие, вот это всё, да? Если да, блядь, поверьте мне, ну, не будет с вами муж скучать. Ну, нет. А если вы занудные, блядь, и вам даже с собой занудно, и вы себя-то ещё и напрягаете, вот, всё, пизда, тогда, конечно же, муж найдёт себе хохотушку. Даже вот, пусть толстенькая, неважно какая, но с ней ему будет весело. То есть, ну, когда папа нудная, грузит, блядь, пиздец, это реально, серьёзно говоря, пиздец. Я с бабами с такими иногда заёбываюсь, думаю, блядь, пиздец, как же мужики таких баб вводят, серьёзно. Потому что, блядь, ну, просто проблемы, вот оно тут, 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 и вот у неё, блядь, всё, пиздец, плохо. И, ну, мужики сбегают от таких, серьёзно. Просто сбегают, причём далеко. Да, Олег, слушайте, да мы развиваемся всегда, друзья мои, вон, гид почитайте, уже, блядь, развитие. Что-то выпустить совместное даже, да, какой-то сделать проект совместный. Это уже совместные путешествия, совместные проекты, совместные съёмки, совместные переживания, эмоции. Это всё ваше развитие. И сейчас для нас, например, гайд, это, блядь, определённое детище, определённый продукт. Инфопродукт, который мы создали, который, блядь, несёт людям информацию. Плюс вызывает у людей эмоции. Представьте, мы создали что-то, что вызывает у людей эмоции. Это ебанистически важно. Вот, и поэтому задумайте, что делаете вы совместно? Что-то такое, что вас объединяет в итоге, да, и приносит им какие-то совместные, блядь, эмоции. Да, мы охуенные, вот, блядь. У нас ещё, понимаете, у нас ещё в перспективах, там, покорить, как бы, несколько вулканов. Да, Зарь? Конечно. Там, съездить, я не знаю. У нас дохуя всяких планов. Конечно, все планы строю я, но Лёха соглашается. Конечно. Вот, так, я же говорю, вот, зажигалочкой нужно быть. Такой, причём, поняли, блядь, как керосиновый, блядь, или какой там? Я объяснила, откуда мы энергию, блядь, на зажигалочке. Да, 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 энергию из гайда моего берите. Это да. Всё, заходим, серьёзно, вот, блядь, ни с кем не буду общаться, блядь, пока вот все, кто сейчас в эфире, не купят мой гайд. Серьёзно. Купить, и чтобы все мне написали ваши эмоции, потому что по-другому, в Новую Зеландию очень хочу, она закрыта. Потому что, блядь, это для меня очень важно. Это есть ваше ко мне уважение, проявление ко мне симпатии и уважения, понимаете? Вот ваши отклики, когда мне пишут не просто там, ну, какой-то там бла-бла-бла, а когда действительно видно, что вы постарались, вы прочитали, вы вникли и написали своё, ну, как бы действительно искренне, потому что я это сделала искренне для вас, понимаете, да, искренне, реально. Не в плане того, что там бабло срубить, а для того, чтобы реально поделиться. Я живу там, блядь, я над ним сидела, я вот проверяла всё. Мне хотелось действительно не какое-нибудь говно вам сделать, да. Мне это было важно, 12 лет. И поэтому вот все, кто сейчас, мне хочется, чтобы вы прочитали его и потом написали мне свои, вот, блядь, там отзывы, отклики. Это офигенно для любого, в принципе, писателя, неважно. Это круто, когда читатели дают обратную связь. Для этого, блядь, в принципе, всё и пишется. Гайд можно скачать по ссылке в шапке моего профиля. В шапке моего профиля есть ссылочка, заходите, и там, блядь, всё написано. Там указываете почту, оплачиваете, и он вам приходит на почту. Всё, и там написано, какое скачать приложение для чтения, потому что оно нужно в приложении. Да, 400 рублей, вообще, чашка кофе, блядь, чашку, кофею и круассант там какой-нибудь. Ну, или там, нет, какой-нибудь чизкейк, чизкейк. Вы мне кофе пришли, кофе мне купили и чизкейк, и мы с вами попиздели. Всё элементарно. Да, ссылки про... Всё, Лёха мне тут просто сейчас это... Что-то хочет дать мне? Я хочу дать. Да. В рот. В рот, вот, говорит, хочет. В рот хочет дать. Вот. Ну, я подумаю, Зай. Хотя... Ещё пять дней, и я сам подумаю. Да, сука. Спросил Алексей, я шею себе хрустнула, меня заклинило. Ну, и дура, блядь. Он говорит, ну и дура. Не хочешь срать, не мучай жопу. Вот, ещё раз. Да. Не хочешь срать, не мучай жопу. Всё, да, а то сейчас рот отменится. Не, побежала. Да, в первой части. Кто читал, тот понял, да, про житочные. Кто читал, который zostaил вululio. Тыследовала.